Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Николай Пивненко и мы продолжаем с вами изучать самые интересные события, которые происходят вокруг нас и в которых мы тоже можем принимать самое активное участие. Ну или мы, или наши с вами друзья, родственники, родные и близкие. Я рад представить сегодня в студии Елену Верховых. Это член Союза Женщин Подмосковья, Люберецкое отделение, член общественной палаты городского округа Люберцы и человека, который нам расскажет об уникальном, на мой взгляд, конкурсе, который называется «Люберецкая супер-бабушка». Вообще, мне кажется, что любая бабушка, она всегда супер, но в нашем городском округе решили выделить особенную, одну женщину или их будет несколько супер-бабушек? Ну, бабушек будет несколько, потому что… Золотая, серебряная и бронзовая? Нет, будет обаятельная, креативная, элегантная, будет сладкая и творческая. Ох как! Много будет званий и имен? Конечно, будет очень много званий, номинаций будет в разных категориях. Итак, конечно же, сегодня эфир будет такой немножко ироничный, но начнем с серьезного вопроса. Не секрет, что люди, когда они подходят к какому-то определенному возрасту, это касается и мужчин, и женщин, они вдруг начинают немножко терять себя. Им кажется, что вот, уже не надо никуда ходить, надо принимать участие ни в каких акциях, там не нужно… Ну, в общем, сидят дома. Мне кажется, что вы решили как-то противопоставить этим традициям что-то новое. Как вот вы пришли к этой идее? Кто вам помогает? Где-то, может быть, вы что-то подсмотрели, позаимствовали. И почему вы решили супер-бабушек из дома забрать на конкурс? Ну, идея пришла провести юбилетская супер-бабушка. Конечно, меня мои друзья из города Держинска как-то пригласили на юбилей 25-летия информационного центра. И в рамках этого юбилея проходил финал супер-бабушка города Держинска. И так как я, ну, как друг от Союз Женщин под Москвой, мы пришли поздравить. И я была удивлена, что женщины старше 55 лет, они просто свои творческие способности раскрылись. То есть была огромная группа поддержки, то есть это было такое, столько эмоций. То есть настоящее шоу. Да, это было шоу, да, и это было такое искреннее. То есть супер-бабушки зажигали. Они не только зажигали, они жгли. И, соответственно, когда я вот это увидела с этими, и вот я хотела огромное спасибо своим друзьям в городе Держинске. Ну, передавайте. Дмитрию Боку, Лену Львовну, Макеан, огромный привет, спасибо. Я им сказала, что я эту идею обязательно, как говорится... Позаимствую. Позаимствую, да, хорошее слово, позаимствую. Вот, и что в Люберцах пройдет своя супер-бабушка 2019. Соответственно, вот с 1 апреля у нас началась регистрация. То есть это правда, это не обман, что с 1 апреля? Нет, нет, какие у нас шутки. Мы женщины, знаете... Серьезные, мы очень серьезные. Мы как бы шутим, но всегда, как говорится, как у нас есть такая... Мы женщины порядочные, у нас все по порядку. Поэтому с 1 апреля стартовал конкурс «Люберецкая супер-бабушка». То есть женщина старше 55 лет. Почему, кстати, сразу старше 55 лет? Ну, бабушки есть и моложе, да, но мы решили, что старше... Среднестатистическое. Среднестатистическое, просто старше 55 лет, ну, как бы это такая цифра, когда вроде как до этого уходили на пенсию, да, и уже... Ну, вот, хотя сейчас... Ну, как бы по закону уже почти бабушка. Да, по закону, да. Вот. Но молодые бабушки, просто у меня столько подруг, да, которые молодые бабушки, конечно, чтобы исключить конкуренцию, мы так вот... А, вот так, а то, да, понятно, на 5 молодых придется одна. Ну, просто чтобы женщины старше 55 лет... Чувствовали себя спокойно. Да, более комфортно и более уверенно. Смотрите, прям целый статистический центр у вас работает. Конечно, конечно. Итак, 55 лет. С 1 апреля вы запускаете этот конкурс. Дальше. Вот. Самое главное, чтобы женщина, которая старше 50 лет, при наличии внуков и... Сколько надо иметь внуков? Хотя бы одного? Хотя бы одного. Самое главное, чтобы у нее был статус бабушки. Ну да, не просто бабушка по возрасту, а по внуку. И чтобы она постоянно проживала в Леберецком округе. Вот. Это самое главное, такие... И огромное желание, да. Видимо, это как-то с подарками связано. Но подарки будут у нас... У нас будет очень много номинаций. И я думаю, что супер бабушка, конечно, получит супер приз. Вот. Но все участницы, все участницы, которые зарегистрируются... Вы их не обойдете вниманием. Ни одну бабушку мы не обойдем вниманием. Во-первых, когда будут этапы, да, у нас будет много интересных конкурсов. Ну, промежуточных, как бы. Промежуточных, да, в которых мы будем проводить. Наши постоянные... Союз женщин есть такое мероприятие, как пихорские посиделки, где мы вяжем, ну, какие-то творческие, да. То есть будет... Творческие мастерские такие, да. Да, будет творческие мастерские. Мы поедем обязательно на экскурсии. У нас будет и спортивная. Мы будем учить... Ну, то есть как бы объединив все женщины, которые зарегистрируются, они получат не просто хороший такой опыт, да, участие в конкурсе. Ну, то есть не одно мероприятие, а прям целый цикл. Да, цикл. С периодичностью и так далее. Но все-таки вернемся. Вот давайте нас сейчас смотрит супербабушка потенциально. У нее есть внук, может быть, даже несколько. Она подходит по возрасту, 55+. Что ей нужно сделать? Ей надо заполнить анкету. Анкету она может найти на сайте infoluberts.ru. Infoluberts.ru, да. Вот, заполнить анкетку, ну, то есть фамилии, имя, отчество, возраст, где проживает, сколько у нее детей, сколько внуков, самое главное хобби, увлечения и небольшой рассказ о себе. И отправить на электронную почту. Это супербабушка 2019 с собакой Яндекс.ру. Если у нее нет... А, еще маленький рассказ, ну, анкету и фотографию. Фотографию... Одну? Ну, фотографий может быть несколько, потому что, ну, самое главное, одна, чтобы она была не позднее января 2019-го, потому что, ну, мы женщины такие, что... Ну да, вы можете прислать молодыми. Да, 20-летней давности. Да, да, мы любим себя молодыми, потому что... Вот, и, ну, это может быть фотография семьи, фотография внуков. И, конечно, обязательно рассказ о себе. Хорошо. Сколько вы хотите, какой набор сделать? Когда будет понятно, что уже начинается... Когда будет сам отбор происходить? Ну, смотрите, уже идет набор, уже присылают. Мы, конечно, так как мы Люберецкие, да, мы хотим зажечь. Да, то есть в Держинке они начали с 18 бабушек, дошли до 5. Мы, честно, в планах, чтобы это было от 50... То есть почти всех бабушек... Ну, не почти, у нас в город достаточно... Не, ну, я имею в виду потихоньку, мы же на десятилетие рассчитываем, как минимум. Конечно, да. Хорошо. То есть сейчас стоит какая-то цифра, сколько вы хотите набрать, чтобы они понимали, что у них есть сейчас реальный шанс взять и написать это самое письмо прямо вот во время даже нашей программы. Мы хотим набрать 50 бабушек, но принимаем заявки до 31 мая. Чем раньше бабушка подаст заявку, то как бы раньше они узнают много тысяч люберчан, потому что будет опубликовано в Люберецкой панораме. Так. Вот. Само предназначение, что первый этап, конкурс разделен на несколько этапов. Это первый этап. Женщина старше 55 лет при наличии внуков, она заполняет анкету, отправляет на почту, и начинается уже сразу, как бы она попадает в списки, и начинается самопрезентация в Люберецкой панораме. Это рассказ о ней. То есть все, кто отправит туда письмо, в Люберецкой панораме будет рассказ о ней. Так, дальше. Вот. До 31 мая, то есть чем раньше она отправит, тем раньше они узнают. Узнают. Так. Вот. Поэтому это тоже очень важно. До 31 мая конкурс закрывается, то есть мы прием заявок закрываем. С 15 июня по 17 июля начнется и голосование. Голосование будет, ну, каждый житель Люберецкого округа может проголосовать за понравившуюся бабушку, которая будет опубликована в Люберецкой панораме. И, соответственно, чем раньше бабушка... Это имеется в виду на сайте? На сайте. И в газете. И в газете. То есть и в Люберецкой панораме будут вот такие купончики с фамилиями бабушек. То есть любой желающий может поставить галочку, вырезать этот купончик и опустить в урну. Урна будет находиться в Люберецкой администрации. Вот. Соответственно, до 17 июля будет голосование. Потом наступает... Второй, третий даже. Третий этап уже переходит то количество женщин, Которых отобрали жителей. Да, максимальное, которые набрали максимальное количество купонов. Сколько их будет человек? Ну, как бы тут в переход в третий этап мы планируем, что это будет 20 женщин. Так. Вот. Соответственно, третий этап – это на Люберецком телевидении. Так. Приходит бабушка, у неё берут интервью. Она делает презентацию, такое Люберецкое телевидение, делает презентацию бабушке. Это будет крутиться. Ну, это практически конкурс красоты бабушки. Нет. Ну, почему бы нет? Нет. Ну, а почему бы? У нас нет. Потому что красота заключается не только во внешнем виде, а в количестве внуков, в замечательном профессиональном стаже. Нет, я бы не сказала, что это как его… Это не конкурс красоты, потому что бабушка, она может быть именно… Потому что он, в моём понимании, да, что конкурс красоты – это вес, рост, там… Ой, нет, ой, нет. А у нас самое главное – это такие критерии, как творчество, креативность, душевность. И, конечно, самый такой вот в рассказе, да, хотелось бы, чтобы каждая участница рассказала о том, когда она узнала, что она станет бабушкой, да. Потому что вот я… Вот у меня нету ещё внуков, да, у меня взрослые сыны, я как бы мечтаю, что когда-нибудь… Но вы намекали уже. Ну, когда, что когда-то я стану бабушкой, да, и когда он был маленький, он всегда говорит, у меня будет пятеро, пятеро детей, ну, пять дочек. Ну, мы так смеялись, но время идёт, я ещё пока… Хотя бы одну. Да, хотя бы одну. Вот, внучку. Вот, я к чему? И иногда вот женщин, да, вот… Знаете, иногда мы, мама, да, только становится, вроде как детей вырастили, хотим отдохнуть, и… Тут приходят муки. Да, и тут… То есть я понимаю, что вы опять хотите поработать мамой. Ну, да. Я вас понял. Вот так вот сразу надо говорить. Сейчас у нас с вами будет небольшой перерыв, но перед тем, как он наступит, я хочу напомнить всем нашим телезрителям, и прежде всего телезрительницам, прислушайтесь, действительно, попробуйте принять участие. И, возможно, вы, даже если вы не станете супер бабушкой, вы станете известной бабушкой на всю, так скажем, на весь наш с вами регион. Ну, а мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом продолжим разговор с Еленой Верховых о конкурсе «Люберецкая супер бабушка». Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Николай Пивненко, и сегодня у нас в гостях Елена Верховых, член Союза женщин Подмосковья, «Люберецкое отделение», член общественной палаты городского округа «Люберцы». Человек, который сегодня представляет, на мой взгляд, очень любопытный, ну, можно даже сказать, уникальный конкурс «Люберецкая супер бабушка». Итак, мы остановились с вами на том этапе, когда определится, так скажем, двадцатка, с которой будут работать журналисты, да, благодаря которым мы узнаем историю жизни каждой потенциальной супер бабушки. Что будет потом? Ну, потом будет финал. Так, 4 сентября в «Люберецком ДК» будет проходить финал, где будут бабушки, да, то есть со своими детьми и внуками. С командой поддержки. Да, да, с командой поддержки. Они подготовят творческий конкурс, кулинарный конкурс. Соответственно, у нас будет, так как организаторами конкурса, это «Люберецкая администрация», «Люберецкие СМИ», это «Телевидение» и «Люберецкая панорама», и «Союз Женщин Подмосковья», у нас будет сформировано жюри, где жюри... Сколько человек будет в жюри? Ну, я думаю, что человек 7. О, солидно. Мы ко всему это серьезно подойдем. То есть все на настоящем? Да, вот. И ДК, бабушки, которые дойдут до финала, то есть они представят свои творческие номера, кулинарное искусство, именно с детьми, с внуками и с группой поддержки. Что-то такое семейное будет, семейное состязание. Да, именно это будет праздник семьи, потому что у нас есть День матери, тот же есть день, в начале марта День бабушек, да. Есть День отца, есть День матери, День семьи, так что все есть. А теперь будет День супербабушки. Да, День Люберецкой супербабушки. Люберецкой супербабушки. Вот, это пройдет 4 сентября, и 4 сентября мы выберем, то есть ответственное, компетентное жюри, оно определит в нескольких номинациях, это, опять же, обаятельное, элегантное, творческое, креативное и сладкое, да. Вот, а вот интригу мы сохраним, объявим супербабушка, Люберецкая, это будет на Дне города, 7 сентября. И вы, наверное, ее будете приглашать на какие-то мероприятия, уже связанные с Днем города, правильно? Ну да, это, нет, это вообще будет, я надеюсь, те участницы, все участницы, которые зарегистрируются и примут участие в этом конкурсе, они получат очень интересный опыт, да, общение, они подружатся, потому что у нас в городе очень много строится, так много покупается квартир, приезжают новые люди, приезжают новые люди, и женщинам, женщины старше 55 лет, достаточно очень трудно социализироваться, потому что на новом месте завести новых знакомых, друзей, а здесь это будет не просто очень хорошее такое, как бы, подспорье, подспорье, это будет очень интересно, это будет интересно, они подружатся, во-первых, у нас будет несколько мероприятий, которые будут происходить в нашем Кривеческом музее, да, узнать вообще историю... Городского округа, города, региона... Город Люберцын, ну, то есть вообще Люберецкий округ, он очень интересный, с хорошей историей, и, как говорят, пообщавшись, перезнакомившись, они, это бабушки, опять же, мы надеемся, что примут участие и с Октябрьского, и с Томильной, и с Малаховки, и с Красково, и с новых районов, я думаю, что... И потом каждый год они будут встречаться и отмечать эти события. Мы будем встречаться, мы будем проводить много совместных мероприятий, и продолжим, чтобы эта женщина старше 55 лет не закрывалась в квартирах со своими внуками, с проблемами, потому что проблемы, они могут быть не решены, да? Да, вот, кстати, сразу же продолжение. Ведь очень многие люди просто, просто люди стесняются, да, они стесняются там своего возраста, нового города, или даже старого городского вот этого вот ощущения какого-то, когда соседи у кого-то разбежались, разъехались и так далее. Вот почему людям действительно не собраться? Как их вырвать из этого стеснения, сказать им, «Не надо, ты еще молода, ты можешь еще себя показать, а тебе могут узнать другие люди?» У тебя может появиться группа поддержка, фанаты, сейчас куча всяких проектов на телевидении. И у вас могут появиться те люди, которые, может быть, вас никогда бы не знали, а тут, на тебе, болеть будут, правильно? Конечно, конечно. Голосовать. Конечно. На самом деле это очень хороший такой конкурс, да, потому что по работе в Союз Женщин Подмосковья я иногда наблюдала за некоторыми женщинами, которые, ну, недостаточно такие скромные, ну, такие очень... А потом, если какое-то ей задание даешь, она раскрывается, да, у нее просто крылья вырастают. Потому что иногда нам, женщинам, мало надо, да? Чтобы крылья выросли. Да, чтобы крылья, чтобы глаза горели. А я еще заметила, вот мы недавно с детьми ездили в поездку туристическую, и женщины были разного там возраста, ну, старше 55 лет, и турок у них общая тема – внуки. И все. Да, и у женщин горели глаза так, они о своих внуках. То есть это самое главное такое вот достижение в жизни – это успех внуков и детей. И поэтому от этого конкурса я надеюсь, что будет очень хорошее воспоминание и впечатление. Как я не помню, кто-то сказал, что хорошее воспоминание – это запас нашего счастья. Поэтому хотелось бы, чтобы вот в таких мелочах, да, у нас счастья было побольше. Да, запас счастья пополнялся. Да, пополнялся, потому что, как говорится, когда человек счастлив, да, он своим счастьем, как говорится, вокруг себя там освещается. Делится, да. Да, освещается. Я просто даже, у меня соседка была, тоже хотела бы пользоваться, Любовь Николаевна Николаевна. Она переехала в новый район, на Красной Горке, и мы потерялись. Очень интересно, потому что женщина, которая с утра каждое утро выходила и сажала цветы. Так. Вот. И у неё тоже очень много внуков. И я вот, к сожалению, когда вот этот, начался этот конкурс, стала искать судорожно её телефон. Думаю, потому что женщина, которая, несмотря на плохую погоду, да, она занималась садом, и хотя у неё внуки, она занималась внуками, у неё все замечательные дети. Я говорю, хотелось бы привлечь в наш конкурс вот таких женщин, которые вот любой там, ну, от 55, ну, как говорится, любой там региозной конфессии, профессии, до 100 кодорогу, вот, но чтобы они вот собрались, и именно своим добром, да, вот, как говорится, создали атмосферу. Да, создали атмосферу. Я ещё такой хотел донесать вопрос. Кто вам, вы так уже косвенно сказали об этом, кто помогает, кто организаторы? Понятно, что есть журналистика, да, потому что всё-таки средства какие-то нужны для того, чтобы провести это мероприятие, тем более, что оно, вы хотите его на самом высоком уровне? Да, только на самом высоком. Конечно, ну, без поддержки администрации городского округа Люберцын, естественно, никак. Непонятно такую историю, да. Да, это в первую очередь городская, ну, то есть администрация городского округа Люберцын. Ну, и у нас есть женщин, много женщин, которые занимаются бизнесом, и мы для себя так решили, что каждая участница, которая зарегистрируется, она обязательно будет, у ней будут подарки и... Хорошо, а вот пока она пройдёт конкурс, 7 сентября, напомню, у нас будет финал, всё началось 1 апреля, будет несколько этапов, будет сейчас у вас есть возможность написать. Давайте мы ещё раз скажем, куда можно написать заявочку, отправить, и что в ней должно быть? Это будет, это на электронную почту, это супербабушка, 2019, собака, яндекс.ру. Заполнить анкету и прислать фотографию. Фотография не позднее января 2019 года. Сделанную фотографию не позднее января 2020 года. Ну, соответственно, это фотография внуков, семьи, вот, и с рассказом о себе. Чтобы вы были интересны, чтобы вы были интересны организаторам фестиваля. После этого будет определённый отбор сделан, будут голосовать, в общем-то, все жители округа, после чего у нас будет уже, как называется, короткий список, и вот этот короткий список представителей будущих супербабушек будем представлять на телевизионных экранах и с помощью прессы. Ну и потом, 4 сентября, будет проходить финал. Будут самые разнообразные конкурсы, связанные с потенциальными супербабушками. А вот 7 сентября на Дне города уже будет названо имя. И вот у меня такой вопрос. Закончился конкурс? Я уверен, что вы его проведёте великолепно, потому что у вас с самой глаза горят. А что будет потом? Оставите в этих конкурсантах? Или каким-то образом они уже будут помогать вам организовывать следующий фестиваль? Ну, я думаю, что за время проведения и совместно каких-то мероприятий, цель на что бы все подружились, нам бы хотелось узнать, кто такая супер... Ну, люберецкая бабушка, чем дышат, интересы. Потому что от того... Часто общаюсь с некоторыми женщинами, ну, например, всю жизнь работала в полиции, там суровая такая профессия. Потом дочка родила, и решили, что будет сидеть... Дома? Да, с муком. И внук стал ходить в художественную школу. И она говорит, никогда, никогда не думала, что я буду рисовать. Жизнь застала. Внук застала. Нет, не внук. Просто она водила внука на рисование. И так заинтересовала, что сейчас пишет прекрасная картина, которая... Вот, потом у нее одна знакомая, которая работала врачом-психиатром. Пока ее тоже дети не посадили дома, да, с внуками, она стала лепить, лепить глинина. Это вот, кстати, очень важный момент, тем более, что в связи с изменением пенсионного возраста и реформа, это, как вы понимаете, пока только начинается. Как там все будет происходить, мы до конца еще не понимаем. Но это такой сигнал всем, кто переходит в порог, в данном случае, с 55 лет, что никогда не поздно что-то начать. Начать новое. И это будет такое новое, это будет интересное. А есть, ну, я не знаю, как, новые там еще маркетологи, они говорят, что мозговой штурм. А вот когда соберутся, мы планируем, что это будет очень массово, да, не женщин, с которыми мы проговорим, потому что можно находить негатива, да, вот все нас не устраивает, все не устраивает, мы все недовольны, да. Но есть самое главное цель, для чего мы живем, это наши дети и наши внуки. И наша цель, чтобы они были счастливы, да. Это и есть позитив. Да, вот это и есть позитив. А от того, как это все будет сделано, я думаю, что сам очень хотелось бы, чтобы женщины не стеснялись, писали, принимали участие. Писали и активно принимали участие, потому что, поверьте, знаю, кто уже за реги... Это будет очень интересно. Ну и, конечно же, это очень интересная история для детей и внуков. Мужчины как-то там принимают участие? Вот по опыту, как вот было в Держинке, было очень приятно, что с бабушками были дедушки, у которых они были, да, то есть, ну, потому что он... Тренерский состав. Да, вот, и дедушки принимали тоже активно, и дети принимали мужчины. То есть, было очень приятно, когда сыновья со своими мамами, да, то есть, они танцевали. Весь клан. Да, весь клан. Именно весь клан. И поэтому показать то, что бабушка – это именно премьерность... Что наша бабушка самая, да, премьерстная сутка. Да, премьерстность поколения. Потому что, ну, хотелось бы, чтобы... Когда еще? Когда еще? И хотелось бы, чтобы, знаете, вот этот конкурс к тому, чтобы наши дети, да, они оформляли отношения, чтобы они рожали детей. Становились с отцами, женами, потом бабушками, супер-бабушками. Да, я понимаю, у нас просто много времени остается. Елена, скажите, помимо этого конкурса, я знаю, что масса идей в Союза Женщины, у вас есть 30 секунд. Коротко сказать, что еще интересного происходит? Ну, у нас мы продолжили наш проект, это, которое Знамя Победы, Бессмертный полк, где на кусочках вышивает. В этом году мы раздали более 3000. Если это все соберется, к 75-летию Побед, в 20-м году, у нас наше знамя будет порядка 100 метров. Ну, у нас еще есть очень интересная акция, это Добрые руки, которая постоянно действует. Это помощь, обмен вещами, да, на приемной, на улице Мир, дом 3. И, ну, у нас очень много идей, поэтому, ну, самое сейчас главное на лето, это... Люберецкая супер бабушка. Можно я еще добавлю? Просто вот одни из моих знакомых говорят, ой, лето, мы же дача. Я говорю, ну, интернет-голосование. То есть не нужно иногда некоторые... Ты скинул анкету, спокойно поехала на дачу. Потом мы пригласили эти на мероприятие, ты приехала, уехала. То есть это не надо сидеть летом в городе... Процесс идет. Процесс идет. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Елена Верховых, член Союза Женщин Подмосковья, Люберецкое отделение, член Общественной палаты городского округа Люберцы. Человек, который нам очень подробно рассказал все о Люберецкой супер бабушке. Мы будем ее ждать. И в сентябре обязательно пригласим ее в студию, поговорим и узнаем, кто же она такая Люберецкая супер бабушка. Меня зовут Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин